Международный день чтения книг Международный день чтения книг стал не просто праздником, но и духовным праздником, который вдохновляет сохранять и развивать культуру чтения и создает особую атмосферу, где люди могут собраться вместе и обсуждать прочитанные книги. В России праздник День чтения книг появился благодаря инициативе кубанской писательницы Анны Моисеевой и первоначально был проведен в 2004 году в Краснодарском крае. Год за годом праздник набирал популярность и распространялся по всей стране. Основная цель праздника – популяризация чтения как полезного и увлекательного занятия для всех возрастных групп. В этот день многие люди обращаются к своим любимым книгам, погружаются в их сюжеты и переживания, делятся своими впечатлениями с друзьями и близкими. Также популярным является организация выставок, конкурсов, книжных ярмарок, научно-популярных чтений, литературных чтений, экскурсий по библиотекам и книжным магазинам. Чтение книг – это важный элемент развития личности. Оно помогает расширять кругозор, развивать интеллект и фантазию, улучшать память и внимание. Кроме того, чтение является важным средством психологической релаксации, которое позволяет сконцентрироваться и забыть о проблемах на время. Книги помогают улучшить умственные способности, развить логическое мышление. Через чтение книг мы можем узнавать о разных культурах и образе жизни, понимать и оценивать их. Это улучшает наши социальные навыки, делает нас более эмпатичными и толерантными. Чтение книг также помогает развить воображение и творческие способности. Магия книги – это своего рода особое таинство для человека, любящего читать. Независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своем сознании и воображении. Все, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его по-разному. Для кого-то лучшим вариантом станет выделить время, найти спокойное место и забыть хоть ненадолго о повседневных проблемах, взяв в руки книгу и почитав в свое удовольствие. Кому-то в радость будет просто побродить по книжному магазину, купив так долго ожидавшийся роман. Отличным вариантом станет и чтение сказок ребенку, для которого внимание мамы или папы наряду со сказкой, читаемой ему перед сном, превратятся в те самые мгновения, запоминающиеся надолго, иногда на всю жизнь. Такое чтение заодно сформирует у ребенка и уважительное отношение к книгам, а, возможно, и любовь к чтению. Разовьет в нем грамотность. Детям нужно показывать, что чтение – это увлекательное занятие, которое позволяет познавать новые миры и узнавать о многом интересном. Для этого можно подарить детям книги на любимую тему, ходить с ними вместе в библиотеку или на книжной ярмарке, устроить домашний круг чтения. Благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга дает возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомить с обычаями и традициями разных народов. В целом, чтение книг – это прекрасный способ не только узнать что-то новое, но и развиваться как личность. Книги открывают перед нами мир возможностей и позволяют нам стать лучше и умнее каждый день. Любите книгу, кладясь мыслей, читайте книгу между строк, ищите в книге жизни смысл и извлекайте свой урок. Она подскажет и поможет, в беде не бросит, не предаст. И если душу что-то гложет, она совет хороший даст. Цените книгу, не напрасно она написана для нас, романы, повести и сказки, стихи, фантастика, рассказ. Читайте книгу с пониманием и уважайте свой язык, язык добра, любви, признаний, как утоляющий родник. И в час побед и поражений, и в суете бегущих дней ищите в книге отражение судьбы загадочной своей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok